Итак, что блокирует сексуальную энергию? Первое, что блокирует девчонки, это непринятие себя. То есть, сама Мочилова, которым вы все тут занимаетесь с утра до вечера, мало того, вы еще других учите вас тоже подмачивать? Ну, то есть, скажи мне какую-то гадость. Ой, я такая вообще дура. Я вообще такое кулинарное ничтожество, да, она говорила? Я такое кулинарное ничтожество. Ой, то есть, я вообще такая идиота. Блин, где была моя голова? То есть, если вы не поддерживаете себя, если вы не даете себе самоподдержки, то есть, не принимаете себя в том возрасте, в той нации, в том поле, ну, того пола, того веса, в той социальной или финансовой ситуации, в этой одежде. Ну, у меня сегодня нет пятен, но у меня бывают пятна на одежде. То есть, та, которая сажает пятна. Вот все непринятие самой себя – это то, что блокирует сексуальную энергию. Не принятие себя – это тоже всегда в отношениях с мамой. И, конечно, для многих из нас это будет, ну, хорошая терапия. Ну, то есть, исцелять отношения с мамой – это принять себя. Потому что тот человек, который не принял вас полностью в детстве, это была она. Это ее была задача, безусловно, полюбить своего ребенка, с которой она где-то справилась, а где-то нет. Нет. Так понятно? Но ждать это сегодня ваши, там, 20, 30, 40 или 50 лет, ну, нет смысла. Есть смысл дать поддержку самой себе. На каком угодно, ну, способом, каким угодно инструментом дать поддержку себе любимой. Что это такое поддержка самой себе? Вы можете просто… Тоже у Козлова была такая технология, я ее очень любила. Что-то случилось, и вы говорите, ошибочка. Он говорит, главное, говорите детским голосом. Ну, потому что расстраивается, это ребенок, он боялся ошибиться, мама, ну, ругала. Ошибочка. Дальше она говорит, я хороший. И потом работаем. Ну, в смысле, исправляем. И в этот момент, ну, происходит такой выброс энергии. То есть двигаемся дальше, говорит ваша, ну, взрослая часть. Ошибочка, говорит, ваша детская часть, ну, телесная или эмоциональная. Короче, тело, разум и тело, душа и разум, ну, участвуют в этой, ну, в этом простом упражнении. Я вижу, вижу, не волнуйся. Вот это самоподдержка. Да, со мной случается что-то. Да, бывает. Ну, кто? Ну, на солнышке бывают пятна. Я солнышко, у меня пятнышки. Вот. Все как положено у солнышка. Понятно, что такое самоподдержка? Это вы переходите сознательно, девчонки, в область позитивного мышления по отношению к себе. Естественно, ну, миру тоже достанется. Если вы будете позитивно относиться к себе, вы вынуждены будете позитивно относиться к миру. Но начните с самой себя. Дайте себе вот эту поддержку в том, что вы, я окей, и мир у меня окей. Что происходит в этот момент? В этот момент ваш дофамин, это вот энергия жизни, выделяется. Как только вы себя ругаете, эта энергия уменьшается автоматически. Так понятно? Поэтому табу на то, чтобы ругать саму себя и мочить саму себя. А если к себе относишься так, как вы рассказывали, да, то есть прощаешься, ну, ничего страшного, да, там, ну, ну, так вот. А если другие тебя вот критикуют, ну, ты как и всегда, то есть ты начинаешь защищаться, ну, вот если другие... Ну, во-первых, если другие на тебя наезжают, значит, ты все-таки себя там, ну, на самом деле не простила. Это первая новость. Вторая хорошая новость, если кто-то, ну, на тебя, ну, вот, ты сама себя простила, а на тебя наезжают. Ну, так научись защищаться. Ну, поставить границу, это, ну, быть взрослой. Ну, к примеру, мне говорят, мне говорят, Диана, почему ты такая доминирующая? Ну, почему ты вот это говоришь, и все должны так делать? Почему все должны под тебя строиться? Ну, вообще ужасно. Я говорю, ну, не знаю, потому что мне так нравится. Ну, я такая. Ну, так нельзя, вы же женщина. Я говорю, я доминирующая женщина. Это по-мужски. Я говорю, ну, что-то мужское во мне тоже должно быть. Понимаете, я не даю миру меня трогать. Я понятно объясняю? Вы слышите меня? Вы не даете миру вас трогать. И главное, вы не даете себе вас трогать. Самое важное, это не мир. Мир вообще ерунда по сравнению с тем, как вы себя мочите. Вы гений в мочении самой себя. Почему? Потому что ваш мозг, он знает только ваши слова. Он знает ваши интонации. Только вы можете достать до своих глубин этой фразой. Ну, конечно, Зиночка! Опять в лужу вляпалась! Никто не знает, с какой интонацией вас надо достать до костей. А вы знаете. Вы такой враг самой себе. Вам не надо искать врагов во внешнем мире. Этот враг живет внутри вас. Он звучит там голосом мамы, или бабушки, или папы. И вы повторяете это, ну, сами себя домачиваете. И это то, что закрывает сексуальную энергию. У вас свидание. Через 3-4 часа. Если вы... О, боже, ноги не побриты. Трусы не те. Блин, зачем я делаю этот бюстик? О, господи, господи. Что там еще придумать? Нету маникюра. Или там... Надо же было... Блин, почему я вчера не пошла на этот маникюр? Господи, господи. И волосы не мыты уже там 2 дня. Господи, блин, блин, блин. Я же так хотела почитать Камасутру. Господи, я так и ничего не сделала. Боже, какое там было маникюрчевое упражнение? Что там надо было делать? Господи, я ничего не знаю. Я забыла. А я же хотела пойти на курсы миньета. Господи, я так и не пошла. Господи, господи. В каком состоянии вы придете? В каком состоянии он вас получит? Такое зажатое, перекошенное существо, которое... Я плохо представляю, как можно кончить в таком состоянии. Вы понимаете, что все эти... Побрить ноги, сделать депиляцию, тату, одеть красивые трусики, это все для того, чтобы вы себе этот шкафчик, где открывается доступ к сексуальной энергии, вы себе только тогда разрешаете быть сексуальной, когда у вас побрита, помыта, почищена, там, депилирована, вымыта, короче, подкрашена. Вот это правда? То есть, когда там на сеновале горячая, красивая, потная, занимается сексом, у нее должны быть тогда вообще жуткие комплексы. Боже, а пятки у нее... Вы видите, какие у нее пятки? Что они так громко орут уже третий час? Потом она выходит такая... Почему ей так хорошо? Потому что у нее сексуальная энергия просто открыта, без всяких обязательств. Понимаете, вы когда... Вот я говорю вам о принятии самой себя, это, ну, любить свою сексуальную энергию как нечто очень дикое. Это не цивилизация... Ну, это не заслуга цивилизации ваша сексуальная энергия. Это ваша связь с вашим животным миром. То есть, это ваша дикая часть, ну, у женщины, которая сейчас сидит в клетке, а на клетке написано маникюр, педикюр, розовые свечи, ну, короче, весь этот список идиотский. А она, собственно, про потрахаться. Такая совершенно звериная часть вас, которая, ну, может потрахаться, ну, если надо, ну, может заняться хорошим-хорошим сексом, столько, сколько нужно. Знаете, вот чтобы все тело, ну, было включено в этот секс, она может, ну, эту энергию поднять и сделать из этого что-то вкусное, она может из этого сотворить творчество, она может родить ребенка, она может что-то придумать. То есть, эту энергию, ну, она с ней может что-то делать, но без условий. Вот первое, на чем закрыта сексуальная энергия, это на условиях. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.